За три года в Кустанайской области хотят обеспечить качественным мобильным интернетом 174 села. Речь идет о стандарте 4G. Один из операторов готов инвестировать в этот проект 3,5 миллиарда тенге, а подключение антенн к системе энергоснабжения оплатят бюджетные деньги. На это местные власти предусмотрят 4,5 миллиарда тенге. Сейчас в Кустанайской области в 186 селах медленный мобильный интернет. Это 2 и 3G. А в 33 селах вообще связь отсутствует. В этом году операторы планируют установить еще 10 базовых станций. Это позволит улучшить качество связи интернета в 20 населенных пунктах, где проживают не больше 250 человек. Инвестиции в экономику регионов, развитие всей страны, льготное кредитование, преференции, удобная логистика. Эту дорогу в большой бизнес отечественным инвесторам Беларусь всегда готовы сделать максимально прямой и комфортной. В дополнение инфраструктуру под ключ. Только на возведение площадок под строительство новых производств в свободных экономических зонах из бюджета выделено 170 миллионов рублей. Они работают в каждом областном центре. 495 миллионов евро инвестиций и 650 новых рабочих мест. Большие планы на ближайшую перспективу и у администрации свободной экономической зоны Могилев. Но госпрограммы ИСЭС, ведь это не только про бизнес, за привлечением инвесторов, выпуском импортозамещающей продукции, открытием производств и новых рабочих мест, в том числе и в малых городах, крепкая экономика и будущее страны. Когда мы растем, когда мы инвестируем, увеличиваем свои мощности, набираем еще больше людей, рабочие мест, когда у нас увеличивается, это хорошо для всех, не только нам. И для государства, для всех, в принципе, это хорошо. Поэтому у нас общая цель, то, что нам дает возможность удобно, комфортно работать, это нам дает. А дальше, в наша очередь, инвестировать, увеличить свои обороты. За 22-й год и за истекший период 23-го мы зарегистрировали, по-моему, более 50 новых резидентов СЭС. Ну и, конечно же, лучшие практики мы будем стремиться распространить на всю территорию страны. И вы видите, что предприятия сегодня, которые мы посещали, буквально за один год дали прирост в три раза по объему производства и практически в четыре раза по объему экспорта. Все это работает на белорусском сырье, практически все. Вот оно, собственно говоря, в действии, там, где удачный симбиоз сложился в преференциях государственных и ответственного подхода инвесторов к реализации своих обязанностей. Мы не стоим на месте, а с точки зрения подспорья, кроме свободной экономической зоны Могилев, по поручению президента и правительства, Банком развития сформирован специальный кредитный продукт, как раз для реализации этой инициативы, которая позволяет за приемлемые ресурсы по достаточно льготной процентной ставке иметь возможность реализовать свои намерения. Во французском городе Лассамбюи из-за нехватки снега закрылся горнолыжный курорт. Власти города приняли такое решение из-за глобального потепления. Сезон катания на лыжах сократился всего до нескольких недель, поэтому содержать его стало невыгодно. В кратчайшие сроки горнолыжную инфраструктуру демонтируют. Это не единственный французский курорт, переживающий кризис. С 2001 года в стране демонтировали 22 подъемника. Еще около 100 остаются заброшенными, сообщает французская экологическая организация. Через порт Черноморска. В Одесской области по временному коридору в Черном море прибыли два сухогруза для транспортировки 20 тысяч тонн зерна в страны Африки и Азии, сообщил министр развития общин территории инфраструктуры Украины. О создании временных коридоров в Черном море для вывоза продовольствия Украина объявила 10 августа, отметив при этом, что на маршруте сохраняется угроза со стороны российской армии. Россия заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы 17 июля, обосновав это несоблюдением договоренностей. После этого в Минобороны Российской Федерации заявили, что будут рассматривать идущие в украинские порты торговые корабли как военные цели, а российская армия начала регулярно обстреливать украинские порты, уничтожая инфраструктуру. Субтитры создавал DimaTorzok